Уважаемые партнеры и коллеги этой компании eMarkets, здравствуйте! Как у вас, собственно говоря, дела? Давно я не отвечал на ваши комментарии. Обещаю в этом ролике посидеть в комментариях и посмотреть, что вы там, собственно говоря, про меня, какие гадости вы пишете, и на все эти гадости я отвечу точно так же. Ну ладно, шутки шутками, но тем не менее, ссылка на полный обзор находится в описании по-прежнему. Да-да, чтобы вы ее не потеряли. А также находится ссылочка в описании на опросник, в ходе которого вы можете проголосовать за определенную валютную пару, если вы ее тут не встретили, и через несколько обзоров, возможно, я не обещаю, она появится в этом обзоре. На этом канале, на компании eMarkets, я освещаю различные инструменты, такие как, а сегодня мы, кстати, их рассмотрим, это валютные, собственно говоря, форекс-пары, также золото, также биткона. На своем канале я уже рассматриваю акции голубых фишек, там, собственно говоря, что будет с курсом рубля, с нефтью, с индексом РТС, очень сложные инструменты, но тем не менее, не менее интересные, поэтому ссылку, опять-таки, найдете в описании. Ну что ж, давайте приступать к анализу, перейдем теперь к евро. Дамы и господа, мы дошли до наших максимальных точек, и очень резко стали падать вниз, стали формировать нечто похожее на очень-очень большой и волатильный флет. Мы дошли до нижней границы данного флета, а именно до уровня 1.07.596. После, конечно же, резко откатили от данного уровня, вышли вверх. На фоне небольших новостей вышли какие-то новости, ну, знаете, как на форексе это происходит, не стоит мне даже говорить об этом. Вышла какая-то новость, ну, все, раздули из мухи, классика, классика. Имейте в виду, что в данный момент, несмотря на резкий вот такой медвежий объем, рынок не собирается идти дальше вниз, дамы и господа. Я не знаю, с чем проблема. Таким образом, это указывает на то, что в рынках сейчас вот находятся явно активные продавцы, которые сейчас находятся в ловочке. Что я имею в виду? У нас прошли определенные продажи, и вроде бы все у нас, да, выстрелил резко-медвежий объем. А в контексте этой ситуации рынок должен был упасть еще ниже. Но уж поскольку он не упал ниже, мы как бы предполагаем, что сюда зашли активные продавцы, и они сейчас находятся в определенном капкане. Очевидно, на следующей неделе, конечно же, рынок будет формировать нечто похожее на развод на стопы, да, вот этих, собственно говоря, продавцов. По этой причине, на следующей неделе я ожидаю, конечно же, дальнейшее движение вверх в сторону 1.09.912. Очевидно, что рынку, конечно же, необходимо обломать всех продавцов, чтобы дальше определиться с движением, пойти ли ему глобально, куда вот в целом ему глобально необходимо пойти. Возможно, это выгрузка лишних пассажиров, но об этом мы поговорим в следующем обзоре, потому что на данный момент локально мы все-таки ожидаем определенных лонгов. Придем теперь к фунту. Если помните, в прошлом обзоре я говорил о том, что в рынок будут заманивать продавцов, и, в общем-то, в рынках это и стало происходить, я практически как Баба Ванга, однако мы немного вот просчитались с целями, да, ну это классика, в общем-то. Мы планировали движение в область 1.24-400. Однако движение произошло ниже, в диапазон 1.23-0.63. Как бы то ни было, на данный момент продавцы оказались в некой ловушке, как, в общем-то, и по евро, боже мой. Именно по этой причине на следующей неделе можно ожидать дальнейшего движения вверх, существующих уровней или с уровня 1.23-630. Ближайшая цель это, конечно же, ближайшие максимальные точки. Это область 1.26-165. Перейдем теперь к иене. Рынок стал формировать нисходящий такой трендовый канал, однако данный тренд не сильно выражен, дамы и господа. Мне всю личку завалили вопросами, что за тренд по иене, что за тренд по иене. Слушайте, дамы и господа, вот если мы посмотрим на данный участок рынка, и мы в целом обратим внимание, как рынок двигается, рынок-то по большому счету находится в определенной фазе флета, елки-палки, а трендовое движение формируется буквально несколькими свечами. На данный момент мы видим, как рынок ушел резко вниз, заманив тем самым продавцов. А это своего рода то же самое, боже мой, то же самое, что и по фунту, что и по евро. И мы сейчас видим, как происходит то, что, в общем-то, начинают увеличиваться объемы в данном инструменте. Ну и бог с ними и с объемами, скажете вы меня. Ну я с вами в какой-то мере соглашусь, но если вы посмотрите, если вы увидите, как происходит резкое увеличение бычьего объема, вот вроде бы есть некая такая попытка сопротивляться, да, со стороны продавцов с достаточными объемами. Но результата никакого нет, да, и это достаточно подозрительный момент. Кроме всего прочего, обратите внимание, как в рынках у нас формируется нечто, что именуется в некоторых видах анализа, как бычья поддержка. Все это, в свою очередь, указывает на дальнейшее движение вверх, ввиду того, что в рынках очень сильные покупатели. А по этой причине я жду дальнейшего, конечно же, движения вверх в область 107, 296. Если мы пробиваем данную область, то можем двигаться дальше в область 107, 827. Перейдем теперь к кенгуру австралиец. Австралиец пошел по нашему сценарию. Мы стали отрастать от уровня 63, 800, и мы практически дошли до наших целей, а именно до уровня 65, 593. По традиции, естественно, поскольку это обзор Артема Звездина, мы немного не дошли до наших целей. Слушайте, что с этим делать? Боже мой, это постоянно меня представляет. Напишите в комментариях, как с этим справиться. Ну да ладно, на данный момент меня сильно смущают резкие выносы цены вверх. Все это сопровождается большими объемами, которые, в свою очередь, могут немного указывать на перекупленность в рынке. По этой причине, дамы и господа, если вы планируете долгосрочные и среднесрочные покупки, в рамках полутора недель, двух недель, вам необходимо дождаться коррекции. В области 64,870 и только с данного диапазона, конечно же, можно купить данный инструмент. На данный момент в рынках, конечно же, доминируют покупки. Но вы мне спросите, ну вот шортить хочется, а вот прям мочи нет. Дамы и господа, а кто вам запрещает? Вы можете продать данный инструмент от существующих уровней в качестве спекулятивной позиции. Риски будут запредельные, но, тем не менее, доходность, там, где много риска, там и доходность. Сами понимаете, область это ваши спекуляции, продажи с целью 64,875 и 64,435. То есть, долгосрочно, среднесрочно ждем коррекции, покупаем. А как-то спекулятивно, там, внутри дня, там, на пару деньков можете продать. Но риски, еще раз говорю, запредельные. Имейте это в виду, закладывайте в объем позиции. Золото. По золоту стало происходить то, что мы и предполагали, слушайте, мне скучно уже от этого. Мы немного пробивали область, собственно говоря, планировали пробить область 16,72 и дойти до нее, дошли до нее. И прошу обратить внимание, как мы улетели от этой области просто тик-в-тик, просто тик-в-тик. Обратите внимание, как медведи борются с быками. Я понимаю, что вряд ли вы что-то тут понимаете, но, тем не менее, вроде у нас формируется движение вниз, да? Но при этом у нас это движение вниз, оно никак не реализуется. Самое смешное, что данное движение формируется на повышенных объемах, дамы и господа. При этом данный повышенный объем, ну, никак не реализуется. Я имею в виду, что, несмотря на повышенный объем, резкое падение, рынок, елки-палки, не падает. Вот что меня беспокоит. Все это, конечно, уже оказывает на то, что рынки сейчас выкупают. Таким образом, в рынках формируется достаточно мощный бычий тренд. Полагаю, сейчас вот находимся в рамках большого такого формирования, такого большого бычьего тренда. Очень бы хотелось на это надеяться, потому что, в общем и в целом, если помните, мы достаточно многое поставили на этот бычий тренд. И я сейчас так говорю, как будто бы я крупный игрок, и как будто бы от моего решения зависит, будет бычий тренд или нет. Надеюсь, доживу до таких капиталов на своем торговом счете. Однако, ну, доживу, когда вы будете делиться. Ну, обычно никто же не делится. Делится только убытками, к сожалению. Однако, локально на этой неделе, вот если мы говорим, я все-таки предполагаю торговать в рамках определенного некого диапазона. Данный диапазон примерно следующий. Верхняя граница, от которой можно продать, это диапазон 17.38. Нижняя граница, от которой можно купить, это диапазон 16.72. Серединный диапазон, от которого вы можете и покупать, и продавать, в зависимости от того, что там происходит, это 17.09. Тактику вы знаете. Мы сейчас находимся в глобальном таком флете. И тактику вы, я думаю, здесь все прекрасно знаете, как здесь действовать. В случае, если мы пробьем данный диапазон, ждем коррекции, встаем в сторону пробоя. Флет, флет, дамы и господа. Биткоин. Ох, ох, у вас сейчас, наверное, сверпит. Что ж там будет по биткоину? Там халвинг, халвинг и так далее. Биткоин пошел по нашему сценарию. Давайте мы разберемся, посмотрим, кто, где, собственно говоря, гадил все это время. Биткоин пошел по нашему сценарию, как мы того и планировали. Дошел до уровня 10 тысяч. Самое интересное, что на данный момент в рынках также может преобладать дальнейшие покупки, дамы и господа. Здесь нужно иметь в виду тот факт, что вот в рынках у нас сейчас может сформироваться так называемый бычий тренд на фоне так называемого халвинга 12 числа через 2 дня. Это достаточно важное событие. Если вы не знаете, что это за событие, слушайте, загуглите уже, позорище. Вот я вчера, собственно говоря, со смартфона сидел, думаю, что ж такое халвинг? Ну да ладно, все это шутки. Это событие происходит раз в 4 года. Оно называется халвинг. Это момент, когда происходит снижение вознаграждения за так называемый майнинг криптовалюты. Это снижение происходит ровно в 2 раза. Таким образом происходит своего рода некое увеличение стоимости добычи. А майнить дальнюю криптовалюту становится не совсем выгодно. И как следствие стоимость товара, естественно, увеличивается. Ну, вот представьте себе нефть и представьте, что на добычу этой нефти тратится гораздо больше денег, да, чем, собственно говоря, тратилось до этого. Причем в 2 раза больше. Что будет с нефтью? Конечно же стоимость увеличится. Что будет с биткоином? Как вы думаете? Ну, вначале стоимость долгосрочная может увеличиться. Но если мы разберем краткосрочность, то здесь может быть падение. Это в целом мы отделяемся немножко от нашего обзора. Почему? Потому что люди будут скидывать свой инструмент на фоне того, что, собственно говоря, они уже намайнились и все, хватит. Да, финита ля комедия. Могут скинуть свой инструмент и перевести свои активы в другой инструмент. Вот я этого опасаюсь. Но в целом долгосрочно это лонги. А таким образом долгосрочно рынок может отрасти, о чем, кстати, подтверждает, собственно говоря, техника. Если помните, я об этом говорил еще вот несколько обзоров тому назад. По этой причине на следующей неделе я все-таки буду ждать дальнейшего движения вверх в области А10-384. Но имейте в виду, что рынок может также немножко уйти в некую коррекцию в область 9500. Опять же, это чисто технический момент. В идеале, конечно же, увидеть коррекцию в область 9500, а с последующим движением в область 10300. Однако, не стумайте мне говорить в рифму по поводу 10300. Это, собственно говоря, не принципиально, да, вот движение к 10300. Вы можете использовать любую коррекцию, да, для покупки. Точнее, не принципиально в области 9500. Используйте любую коррекцию для покупки данного инструмента. И в случае, если мы прорвем область 10300, следующая цель 11000. Но я вам категорически не рекомендую торговать ближайшие пару недель на биткоине. В связи с тем, что у нас происходит халвинг, у нас будет огромная волатильность, на которой все мы бабки потеряем. Это классика жанра, поэтому лучше оставить этот инструмент в стороночке. Но, если вы хотите много риска, ради бога. Просто я во главу угла ставлю сохранение своего капитала. Не знаю, как торгуете вы, но я обычно сохраняю свой капитал. Вот, если у вас во главе, точнее, на пьедестале почета стоит, собственно говоря, заработок, а не сохранение своего капитала, я только за, чтобы вы торговали биткоин, поскольку сейчас будет такая волатильность просто-просто цац. Поэтому торгуйте биткоин, если хотите пощутить с риском. Дамы и господа, вы услышали прогноз от Бабы Ванги. Но, если быть серьезным, вы прослушали небольшой прогноз. Надеюсь, встретиться с вами на следующей неделе. А, пожалуйста, ответьте вопрос за те инструменты, которые вы хотели бы, что увидите в данном обзоре. И, пожалуй, я вас как бога прошу, пожалуйста, посмотрите полный выпуск у меня на канале. И я вас очень прошу, пожалуйста, расшаркиваю. Над этим контентом работает один человек. Вот он перед вами сейчас стоит. И это очень сложный процесс. Вы себе просто не представляете, насколько сложно делать подобный контент. Видите, что здесь довольно-таки интересно. Там все летает, все там, щелкает. Очень интересно, правда? Пожалуйста, расшаривайте данный контент, делитесь им. Было бы очень вам признателен. Ну, либо отпишите в комментариях, что вам не нравится. Может быть, я что-то делаю, а вам это не нравится. И вы думаете, а поэтому я расшаривать не буду. Напишите, что вам не нравится. Я это постараюсь исправить. Удачи вам на следующей неделе. Зарабатывайте. Счастья вам. Благополучия.